МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Сергей Тарачанов. И вначале коротко о главных темах последних 7 дней. В Люберцах продолжается ремонт подъездов. Форум лидерства «Эта реальность» состоялся в Раменском. 25 мая в люберецких школах прозвучали последние звонки. Общественная палата Московской области взяла на контроль качество воды в Краскове. Совет ветеранов люберецкого района отметил 30-летие. В Люберцах продолжается ремонт подъездов. На днях Владимир Ружицкий побывал в Томилине с контролем качества проводимых работ. К концу 2017 года в городском округе планируется отремонтировать более 1200 подъездов многоквартирных домов. 124 подъезда в этом году отремонтируют в Томилине. 26 из них уже завершены работы. Вместе с представителями местной администрации управляющей компании Владимир Ружицкий проверил, как идет процесс реставрации подъездов. И штукатурка, и краска, и почтовые ящики, и входная группа. Ну а самое главное, ставится задача, чтобы с жителями обсуждали вопросы цвета, краски. Возможно, жители хотят что-то по-своему видеть. Особенно там, где проживает инвалид, должны быть пандусы. Поэтому эти все вопросы мы стараемся решать. Томилинские жители, надо сказать, ремонтом в своих подъездах довольны. Особенно тем, что работы ведутся аккуратно и не очень шумно. Покрасили стены, потолок. Все хорошо, аккуратно. Цвет тоже такой хороший цвет, приятный. Убрали за собой все, кстати. И даже окна помыли. Тоже, что удивительно. Отметим, что работы реализуются по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в Люберецком округе к осени запланировано отремонтировать 1298 подъездов. Уже готовы 302. Потратить на ремонт в 2017-м собираются 225 миллионов рублей. Это средства регионального и местного бюджетов, а также управляющих компаний. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, Телеканал ЛРТ. В администрации Люберецкого района состоялось расширенное заседание. Участники встречи подвели итоги работы по зимнему содержанию территории и дорог муниципалитета. А также поставили задачи по благоустройству на текущий 2017 год. За минувший зимний период от жителей городского округа поступило около 2500 жалоб. Как правило, свои замечания по содержанию территории и дорог они оставляли на портале Добродел. На расширенном заседании по подведению итогов работы дорожных и коммунальных служб главой округа была поставлена задача – учесть прошлогодний опыт и исключить недочёты при подготовке к будущей зиме. Говорят, было порядка 26 переходов через ноль, поэтому дороги находятся в том состоянии, в котором они были после зимы. И мы сегодня очень быстро и оперативно решаем вопросы ямочного ремонта и дальше перейдём к текущему капитальному ремонту. На содержание дорог и территории в зимний период из бюджета города Люберцы было выделено более 59 миллионов рублей. Из них порядка 14 миллионов потратили на закупку противогололёдного материала. По словам Эдуарда Сигалова, лучше всего минувшей зимой содержались Октябрьский проспект, улицы Смирновская, Кирова, а также городок Айбе. Нарекания со стороны жителей вызывала уборка мостовых сооружений и эстакад. Несвоевременная обработка реагентами вела к затруднению транспортного движения. В будущем зимнем сезоне особое внимание хотелось бы обратить на качественную и своевременную обработку данных сооружений. Все технологии, все регламенты, как в снегопад убирать сооружения такие, они все прописаны. Поэтому я ещё раз обращаю внимание руководства МБУ или Берецкого ДЭП на то, чтобы в этом году это не повторилось. Свои доклады на расширенном заседании зачитали представители администрации всех бывших городских поселений. А затем, по сложившейся традиции, глава городского округа вручил благодарственные грамоты лучшим работникам сферы ЖКХ. Луизия Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. По поручению губернатора Подмосковья, члены общественной палаты Московской области посетили водозаборный узел в деревне Матяково. Из-за многочисленных жалоб жителей на плохое качество воды общественники решили взять этот вопрос под свой контроль. На встрече также побывали представители управления ЖКХ Люберецкой администрации. Примерно 6 километров от Люберец, деревня Матяково, живописный зеленый район с новыми пятиэтажками. Это кейрайский уголок в Подмосковье. Но и в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Горячая вода очень мутная, черная, ржавая течет сейчас даже в данный момент. То есть невозможно не набрать воды в ванну, невозможно набрать. То есть абсолютно не знаю, с чем это связано. Разобраться в ситуации приехали представители общественной палаты Московской области администрации ЖКХ. Встречу начали в водозаборном узле. Там провели экспресс-анализы местной воды. Для этого в образец добавили специальные реагенты. Этот метод безошибочно определяет содержание железа в воде. Мы видим, что в исходной воде содержание железа порядка 0,5 миллиграмм на литр. А как мы это видим? Есть индикаторная бумажка. Это вот такая система определения. Это можно приобрести и мерить даже дома. Экспресс-тесты. То есть цвет воды соответствует необходимым миллиграммам. 0,05 миллиграмма железа на литр воды. Превышение предельно допустимой концентрации. Норма 0,03. Но это данные теста исходной, то есть неочищенной воды. Собственно говоря, для ее обезжелезивания и стоит система очистки. И на выходе мы получаем уже чистую воду, в которой содержание железа менее 0,1. Очищенную, то есть ту, которая поступает в дома к жителям, воду специалисты тоже проверили. Ее качество оказалось полностью удовлетворительным. За всем процессом наблюдали представители общественной палаты администрации ЖКХ. Посмотрим, имеет ли эти жалобы системный характер и качество воды. Либо это систематический характер, либо это такие разовые проволочки, с которыми, если сейчас проведут продувку сетей, то больше таких проблем не будет. После проведения анализов воды и фиксирования их результатов, комиссия отправилась непосредственно в квартиры жителей. Вода у нас плохая. Плохая? Ну, можно посмотреть? Да, конечно. К вам пройти? На данный момент вода чистая. Давайте посмотрим. Однако Маргарита Терехова стоит на своем. По словам жительницы, вода из крана идет ржавая. Она говорит, что происходит это периодами. В основном после восьми вечера. Мы писали коллективное обращение, мы писали в жилой инспекцию. То есть у нас неоднократные жалобы. Когда? Последний раз? Ну, может, месяц назад. Но ситуация после этого улучшилась? Нет. Чтобы окончательно разобраться в ситуации, было решено приехать к Маргарите Тереховой вечером. Заактивировать состояние воды в данной квартире поручили представителям ЖКХ. По итогам акта на момент проверки вода находилась в удовлетворительном состоянии. Не имела запаха, цвета и примесей. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Город Раменская стал главной площадкой для проведения масштабного 46-го форума. Лидерство – это реальность. На мероприятии обсудили приоритетные направления развития региона в рамках стратегии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Побывала на форуме и делегация городского округа Люберце. В организованном подмосковными общественниками форуме «Лидерство – это реальность» приняли участие депутаты Мособлдумы, члены правительства Московской области, главы шести муниципалитетов, журналисты и активные жители. Открыла встречу Марина Юденич, зампред общественной палаты региона. «Лидерство – это реальность. Мы живем в этой реальности, мы лидеры в этой реальности, а мы исходим из того, что представители гражданского общества – это лидеры. И в этой реальности мы рассказываем о том, как мы живем, чего мы добиваемся, какие прорывы у нас есть, а что у нас пока еще не получается». В ходе форума его участники озвучили массу проблем в сферах строительства дорог и социальных объектов, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта домов. Последний вопрос больше всего волновал Люберчан. «Мы проживаем в четвертом доме по улице Юбилейная. В прошлом году наш дом как раз попал в программу капитального ремонта. Ремонтировали кровлю, сняли старую кровлю, потек весь пятый этаж». «Подобных организаций в Люберцах больше не будет. Мы об этом договорились, в том числе с Евгением Макимовичем. Это просто фатальное невезение». «В этом году принято решение, что все работы по капитальному ремонту, вся ответственность по этим работам, так же, как и организации, будут от непосредственно муниципальных образований, где руководители муниципальных образований готовы взять на себя эту ответственность». О развитии муниципалитетов в цифрах и фактах рассказали главы Жуковского, Котельников, Бронец, Держинского, Раменского и Люберец. Отремонтировать дороги и жилой фонд, благоустроить дворы, сдать 4 детских сада и школу на 1100 мест. Эти задачи назвал приоритетными Владимир Ружицкий. «Сегодня форум, такое громкое название «Лидерство – это реальность». А задача форума была одна – понять, что происходит, что мы делаем, возможно, поделиться опытом с коллегами, услышать своих коллег, и, в принципе, дальше работать, чтобы на территории все вопросы решились быстро, оперативно». В заключении встречи были озвучены данные аппарата Общественной палаты области и Главного управления социальных коммуникаций. В некоторых муниципальных образованиях решены свыше половины проблем, которые были озвучены в ходе форумов «Лидерство – это реальность». Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. 29 регионов из 46 не поддержали легализацию бэби-боксов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский. Перед заседанием клуба сторонников партии «Единая Россия», где обсуждался этот вопрос, Сергей Боярский лично посетил 3-ю Люберецкую районную больницу, осмотрел установленный в ней бэби-бокс и узнал о практике его использования. Депутату Государственной Думы Сергею Боярскому рассказывают о механизме бэби-бокса. В Люберецкой районной больнице номер 3 для приема подкидышей создали все условия. Сигнал о том, что внутри находится ребенок, моментально получают дежурные врачи. Круглосуточно дежурят 3 медицинские сестры в дневное время, в ночное время 2 медицинские сестры и плюс 2 дежурных доктора здесь. После медицинского осмотра данные новонайденам отправляются в полицию, прокуратуру и в органы опеки. Все по закону, хочется сказать. Только вот законодательно существование бэби-боксов в России как раз и не урегулировано. А число споров между их сторонниками и противниками растет. Естественно, не в каждом родильном доме, не в каждой детской больнице нужно устанавливать бэби-боксы. Он может быть один на весь регион, предположим, или максимум два. Дискуссия, которая прошла в 46 регионах страны, продолжилась на заседании клуба сторонников партии «Единая Россия». Там подвели итоги проделанной работы, согласно которым 17 регионов высказываются однозначно за легализацию бэби-боксов. Остальные либо воздерживаются от мнений, либо выступают против. Аргумент «за» — это потенциальное спасение человеческой жизни. Все-таки спасение даже одного ребенка оправдывает установку одного конкретного бэби-бокса. Аргументы «против» — основной из них — это провокация к оставлению ребенка. Результаты этой широкой дискуссии будут учтены при подготовке соответствующего законопроекта Государственной Думы, который, очевидно, необходим. Кроме того, во фракцию «Единая Россия» решено выдвинуть предложение наделить регионы полномочиями самостоятельно решать, делать ли бэби-боксы законными. В Подмосковье, считает депутат Оксана Пушкина, такая практика нужна. В Подмосковье огромное количество мигрантов, и мы реально не можем воспитывать этих мам, которые к нам приезжают из различных регионов. А они по разным причинам, религиозным, я не знаю каким, не могут оставить этого ребенка легально и отказаться от него. С момента появления в Люберецкой больнице в 2013 году бэби-бокса путевку в жизнь получили 33 ребенка. Всего усыновили 4 подкидыша, 19 попали в семьи под опеку. Шесть новорожденных передано в дом ребенка, а один малыш возвращен обратно в семью. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В Люберецкой администрации состоялось координационное совещание членов местного отделения партии «Единая Россия». На встрече обсудили проекты, принятые для дальнейшей реализации на территории Подмосковья. Подробности в нашем следующем сюжете. Всего таких проектов 19. Они призваны сделать жизнь в Подмосковье лучше и комфортнее, охватывают все сферы деятельности и направлены на комплексные решения существующих проблем. Историческая память, здоровое будущее, крепкая семья, модернизация образования, народный контроль, старшее поколение. Названия проектов говорят сами за себя. Самостоятельные проекты, хотя мы их подразделили на блоки. Есть медицинский блок, который Мельник Татьяна Николаевна будет вести. Это связано с здоровьем и детей, и диспансеризацией, и другими такими медицинскими, в сфере медицины. Также по культуре отдельный такой вот блок. Всего четыре блока. Жилищно-коммунальное хозяйство, медицина, безопасность на дорогах и культурное и рекреационное пространство. Это совещание первое, установочное. На нем определили цели и задачи по каждому проекту. Назначили кураторов и ответственных лиц. Разобрали возникшие на первых этапах реализации вопросы. Особое место в обсуждении занял проект «Экология России». Задачей проекта является обеспечение участия общественности в решении проблемных вопросов в экологической сфере и общественном обсуждении к реализации. Организация общественного партийного контроля в экологической сфере. Содействие развитию отрасли, обращение с отходами. По итогам совещания было решено до конца месяца подготовить план реализации по каждому проекту до конца года. И за каждый проект назначить ответственного от Совета депутатов городского округа Люберцы. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В Люберцах 25 мая прозвучали последние звонки. В этом году выпускников городского округа насчитывается более полутора тысяч. В гимназии номер 43 на праздничном мероприятии побывала наша съемочная группа. Немножко волнительный, грустный и в то же время радостный праздник. Расставание со школой, с любимыми учителями и друзьями по парте. Перед выпускниками 43-й гимназии открывается новая взрослая жизнь. В неё они вступают уверенно с поставленными целями. А пока в этот прощальный день по желанию у всех одни. Меньше плакать и сдать ЕГЭНа хорошо. Не менее волнительный этот день для мам и пап. Наблюдая за своими повзрослевшими детьми, многие из них не скрывают слёз. Поздравить 11-ти классников пришли не только родственники и друзья, но и руководство города. Владимир Ужицкий пожелал им успешно справиться с экзаменами и упорно идти по жизни каждой победе. Пусть у вас всё получится, пусть вам всё удастся. Самое доброе пожелание. И как сказал Бальзак, нужно просто идти, и всё получится. Ученики старших и средних классов поздравили выпускников своими выступлениями. А самые маленькие прочитали для них стихи и вручили символ прощания со школой – колокольчики. Сами же виновники торжества порадовали гостей праздника исполнением традиционного школьного вальса. Прозвенел прощальный звонок. Его дали выпускники и первоклассницы. Впереди теперь уже у бывших школьников много ответственных этапов. А пока они признаются в любви к своей гимназии и обещают, что никогда не забудут счастливое время, проведённое здесь. Отзвенели последние звонки. Совсем скоро наступит пора летних каникул. Но перед этим школьникам ждёт единый государственный экзамен. Что предстоит пройти выпускникам в этом году, выясняла наша съёмочная группа. В 2017-м из стен Люберецких школ выпустится почти полторы тысячи ребят. Но прежде чем получить заветный аттестат, им придётся хорошо потрудиться на экзаменах. Вместе с сегодняшними выпускниками сдавать ЕГЭ пойдут прошлогодники и те, кто заканчивает учреждение среднего профессионального образования. Всего на территории городского округа открыто 10 пунктов проведения экзаменов. Все эти пункты проведения экзаменов, конечно же, оснащены необходимым оборудованием. Это и системы видеотрансляции, видеопротоколирования, системы специальные каналы передачи закрытой информации, система подавления сотовой и мобильной передачи данных. Сдавать ЕГЭ в этом году школьники будут с 29 мая по 19 июня. По-прежнему основными предметами остаются русский язык и математика. Из предметов по выбору в приоритете у люберчан общество знания и профильная математика. Последние сдадут более 65% выпускников. Также из года в год актуальными остаются для сдачи предметы, такие как химия, биология, физика и английский язык. Но в 2017 году, кроме иностранного языка английского, также ребята будут сдавать еще три иностранных языка. Это испанский, французский и немецкий язык. Что касается изменений, то их в 2017 будет немного. В частности, перемены коснулись структуры проведения экзаменов по физике, биологии и химии. Из них убрали тестовую часть. Наталья Григорьева, Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. «Звездочки-2017» зажглись. В актовом зале Люберецкого дворца культуры прошла торжественная церемония награждения победителей муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов среди школьников округа. Раскрой свои таланты, сделай шаг навстречу мечте. 270 выдающихся имен, все детские, прозвучали во время торжественной церемонии со сцены Люберецкого дворца культуры. Каждый из этих ребят получил награду за свои достижения и победы в уходящем учебном году. Может быть, для кого-то они первые. А для кого-то, может быть, это начало того, что ваше имя будет вписано не только в историю Люберецкого края, но и в историю всей России. Во время ежегодного праздника «Звездочки» 20 школьникам были вручены именные стипендии главы городского округа Люберцы. Кроме того, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско поздравил ребят с высокими достижениями в учебе и подарил подарки. Особого внимания на мероприятие удостоились призеры зонального этапа Олимпиады по избирательному праву команда «Люк Избирком». Вы молодцы. Действительно, вы сегодня уже из звездочек вырастаете постепенно в звезд. Но не зазнавайтесь, продолжайте также учиться и достигать успехов. Статистика показывает, что люберецкие школьники идут к победам с уверенной прогрессией. В 2015 году победителей Олимпиад регионального уровня было 9, в 2016 – 21 человек. А по итогам этого года их уже 36. Победителями всероссийского уровня лауреатами премии губернатора в 2016 году стали 47 человек, в 2017 – 51. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. К новостям спорта. На стадионе «Искра» состоялось торжественное награждение самых активных участников проекта «Моя семья в ГТО». Туристические путевки и ценные подарки получили школьники, учителя, а также руководители общеобразовательных учреждений. Суть проекта «Моя семья в ГТО» заключается в привлечении как можно большего количества людей к регистрации на федеральном сайте. Более 40 школ и гимназий городского округа откликнулись на эту акцию. С декабря прошлого года учащиеся и сотрудники общеобразовательных учреждений пополняли список люберчан, зарегистрированных на портале ГТО. Результат проделанной за этот период работы – более 7 тысяч жителей муниципалитета, готовых к труду и обороне. Мы сегодня являемся первыми из всех муниципальных образований по количеству зарегистрированных на этом сайте. Больше 35 тысяч жителей зарегистрированы на федеральном портале. Ученик 14-й школы и первоклассник Александр Штаркман проделал большую работу. К регистрации на сайте ГТО он привлёк 17 человек. За это он получил заслуженную награду – путёвку в летний лагерь. В этом нелёгком деле мальчику помогала мама. И знакомость нашего посёлка, и наши друзья по сайтам. Так потихоньку собрали людей. Даже просто некоторые физически не смогли, потому что уже как-то время вышло. И за это, конечно, они были немножко различны. Но сказали, на следующий год будет обязательно. Ещё больше постараемся собрать. Кроме Саши, путёвки в летний лагерь получили ещё 4 школьника. Кроме того, ценные призы и подарки вручили ребятам, активно принимающим участие в проекте. На этом стадионе собрались ребята, которые преуспели в сдаче норм ГТО. Но мы стремимся в сдачу норм ГТО вовлечь как можно больше людей. Поэтому мы стараемся через вас, через активных ребят, вовлекать в эту игру спортивную и других. Значительный вклад в спортивный проект внесли также педагоги и директоры. Некоторым из них удалось зарегистрировать на портале ГТО более 100 человек. За активную работу по привлечению людей к здоровому образу жизни их наградили денежными призами. Луизия Егия Зарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Почувствовать себя героями захватывающего блокбастера смогли ученики Люберецкой гимназии номер 27. Школьники вместо уроков попробовали свои силы в военно-спортивной игре с использованием лазерного оружия. Лазертак или лазерный бой – это высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Школьники безопасными лазерными выстрелами из бластера автомата пытаются попасть друг в друга. Лазертак был выбран нами по причине полного отсутствия травматизма, возможности проводить его среди ребят любого возраста. Проигрыш участника игры происходит путем регистрации луча пластера автомата специальными татчиками оппонента, закрепленными на голове игрока или на специальном жилете. Общий замысел мероприятия – это привлечение ребят к прикладным видам спорта и, соответственно, к военно-тактическим играм. Лазертак могут играть и мальчики, и девочки любых возрастов. Главными факторами для победы в лазерной войне выступает физическая выносливость и быстрота реакции игроков. Меткость и быстрота реакции – важный критерий для победы. Ученикам необходимо было выбрать и правильную тактику, стратегию команды. Скажи, что лучше – компьютерные игры или все-таки игры на свежем воздухе? Если бы мне сказали раньше, я бы ответил – компьютерные игры. Но сейчас, когда я уже попробовала это все, мне очень понравилось. Я уже сменил свою сторону, я все-таки считаю, игры на улице – это очень хорошо. Соревнования по лазертаку проходят в несколько этапов. В сорте школьников отберут самых активных, чтобы в дальнейшем направить стрелков на региональные и федеральные состязания. Екатерина Скрыжалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел смотр-конкурс «Юный друг полиции». Гимназия номер 24 приняла у себя 19 команд из учебных учреждений городского округа в возрасте от 12 до 15 лет. О том, как ребята справлялись с испытаниями, в сюжете нашего корреспондента. Я готов служить народу, раздается Степенбас. Я пойду в огонь и в воду, отправляйте хоть сейчас. К сожалению, дядя Степа не так популярен среди сегодняшних школьников, как, например, современные супергерои. Но это, как оказалось, не повлияет на их желание стать такими же отважными и смелыми, как персонаж Сергея Михалкова. Арсению всего 15 лет, а капитаном команды «Истина» он является уже два года. Признается, в этом году соперники сильные, но и себе цену знает. На конкурс «Юный полицейский» пришел, чтобы проверить свои силы и подготовиться к будущей взрослой жизни. Здесь тоже команды сильные собираются, то есть с разных школ. То есть есть конкуренты, с которыми можно еще посоревноваться. Районный смотр-конкурс «Юный друг полиции» проходит в Люберцах в седьмой раз. По традиции четыре конкурса. Правовая подготовка, конкурс «Агитбригада», где участникам нужно творчески рассказать о работе полицейских, а также медицинская и строевая подготовки. Конкурсанты и мальчики, и девочки. Но друг другу не уступали ни в чем. Организаторами конкурса выступили Управление образованием городского округа Люберце и Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое. Они же и судьи соревнований. Цель мероприятия – это повышение престижной службы полиции и естественная агитация молодых ребят на поступление в наши ряды. В каждом состязании будет выявлен победитель, а команда, занявшая первое место, получит переходящий кубок и право отстоять честь городского округа Люберцы на областном этапе соревнований. Алина Серазидинова, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В детском саду номер 10 в Малаховке воспитанников с ранних лет учат правилам дорожного движения и безопасности. Регулярно для дошкольников проводятся познавательные уроки, на которых им рассказывают, как нужно вести себя на дорогах. А сейчас вот сфотографируемся зеброй. Давайте разворачиваемся сюда. То, что зебра – это название не только африканского непорнокопытного, но и пешеходного перехода, воспитанники этого детского сада знают твердо. Раз в месяц для них проводятся вот такие наглядные уроки, посвященные правилам дорожного движения. Самое главное правило дорожного движения, что вы должны поднять автомобиль, это вы должны сесть в автомобиль в детское кресло. И что делать? И пристегнуться. И пристегнуться ремнем безопасности. Молодец. С 22 мая по 18 июня в Люберцах, Дзержинском, Лыткарина и Котельниках проводятся информационно-профилактические мероприятия «Внимание, дети!». Открытый урок по правилам дорожного движения в детском саду номер 10 стал символичным началом этой акции. Конечно, мы переживаем по поводу того, что сейчас наступит тепло, и многие ребята выйдут гулять после школы, впереди летние каникулы. Поэтому хотелось бы обратить внимание не только детей, но и их родителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о необходимости повторения правил дорожного движения. Благодаря слаженной работе сотрудников ГИБДД, старших товарищей и воспитателей, эти дети знают правила дорожного движения не хуже любого взрослого и без запинки отвечают на все вопросы. Нельзя приходить на красный цвет, то, что надо приходить только на зебре, то, что надо смотреть по сторонам. Агитационное выступление о правилах дорожного движения для детсадовцев подготовили ученики 46-й гимназии поселка Малаховка. После этого воспитатели играли с малышами в полезные игры, повторяя постулаты поведения вблизи проезжей части. Такая игровая форма уроков помогает малышам лучше запомнить, как нужно вести себя на дорогах. Мария Лапучева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах отметили 25-летие Всероссийского общества инвалидов. На торжественное мероприятие прибыли 16 председателей из первичных организаций помощи людям с ограниченными возможностями со всего Люберецкого округа. Люберецкому Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 25 лет. В организации ведется активная работа. Все участники заняты в общественную жизнь. Неравнодушных, энергичных людей здесь много. В ходе Люберецкого общества инвалидов ходят с удовольствием люди, поют, ездят на концерты, даже участвовали в конкурсах, лауреатами стали. Поздравить юбиляров приехали депутаты Московской областной думы. Самым активным участникам общества вручали цветы, медали, грамоты, подарочные сертификаты от администрации городского округа Люберцы. Ту работу, которую ведет и всероссийское общество, и вы у нас на месте, это очень большая работа, потому что когда инвалиды должны быть, и президент говорит, и губернатор говорит, для всех должны быть равные условия. Для многих жителей городского округа Люберцы, Всероссийская организация помощи инвалидам подарила реальную возможность, независимо от состояния здоровья, быть полноправным членом общества. За эти годы организация стала важной частью деятельности района, в значительной мере повлияла на улучшение качества социального ослуживания населения, превратилась в надежную опору для многих жителей района. Глава городского округа Люберцы передал личные поздравления юбилярам. Желаем вам здоровья, благополучия и реализации всех намеченных планов. Глава округа Владимир Петрович Ружицкий. Екатерина Стрижалина, Никита Строган, телеканал ЛРТ. Люберецкий совет ветеранов отметил юбилей 30 лет. На праздничном концерте, посвященной круглой дате, побывала наша корреспондент Мария Лапчева. Отметить день рождения своей родной организации, Люберецкие ветераны собрались в конференц-зале администрации. Символично, 30 лет назад для работы им было выделено помещение на первом этаже этого же здания. В начале торжества выступил председатель Люберецкого совета ветеранов Юрий Орехов. Он поделился с гостями праздника историями из жизни организации. Конечно, 30 лет можно разделить на три десятилетия. Самое тяжелое десятилетие – это было 1987-1996 год. Если вы помните, это было, можно прямо назвать, бремя смуты. Испытаний и трудностей на долю этих людей за 30 лет активной деятельности в организации выпало немало. Сегодня они вспоминали свои победы, достижения, историю, а самое главное – свою молодость. Поздравить люберецких ветеранов приехали представители власти, самых активных членов совета. Наградили со сцены, вручили им подарки и цветы. Я искренне желаю каждому сидящему и добра, и долголетия, и здоровья, потому что сегодня, мне кажется, есть ради чего жить, есть чему радоваться, есть для кого жить, потому что у всех у вас и дети возрослевшие, и внуки, и у многих правнуки. К 30-летию Совета ветеранов Люберецкого района члены этой организации подготовили книгу. В нее вошли воспоминания ветеранов и участников войны. Эта книга – это жизнь замечательных людей Люберецкой земли. И вот я думаю, что сегодня в зале как раз и есть те замечательные люди, которые в разные годы по-разному начинали свою жизнь. Кто-то родился на Люберецкой земле, кто-то сюда приехал после учебы, кто-то здесь нашел свое семейное счастье. Их всех объединяет одно. Они все патриоты. Сами виновники торжества в этот праздничный день были бодры и веселы. Они наслаждались песнями и танцами, поздравлениями и пожеланиями. После окончания мероприятия каждый ветеран получил красную гвоздику – символ памяти, любви и победы. Мария Лапочева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Художник из Москвы написал портрет героя Второй мировой. Шедевр живописи оценила лично натурщик. Торжественная церемония вручения портрета состоялась в кадетской школе в Люберцах. Молодой и талантливый художник Сергей Комаров решил, что пора увековечивать историю на холстах. В качестве натурщика живописец выбрал ветерана Второй мировой войны Владимира Федоровича Ялина. Ветеран становится все меньше, скажем, днем, как уже неоднократно было сказано. И живопись для сохранения памяти представляет намного больше возможностей. Традиция писать портреты героев войн была еще в 19 веке. Тогда художники писали ветеранов войны 1812 года. Я пишу очень много портретов постоянно, но вот с изображением ветерана это первый опыт. На торжественном мероприятии в актовом зале присутствовали кадеты, учителя, представители администрации городского округа Люберцы. Каждый хотел увидеть героя Второй мировой и его копию, изображенную на холсте. Очень радостно была встреча и знакомство с Сергеем, с молодым художником. Когда я услышал его мысли, когда я услышал его внутренний мотив и главное понимание, что, как он говорит, Александр Федорович, я вот чувствую и с сожалением, и с содроганием, и с каким-то переживанием, что да, я вижу, ветераны уходят. Сам натурщик и главный герой с радостью, но вместе с тем со слезами на глазах увидел свой портрет. Вот я сейчас смотрю, уж пусть бы я или другой не буду, но вижу, это от лоски, вот это сейчас наши идеи полка бессмертного. Мне кажется, порядочно туда попасть, в эту идею. Действительно, это бессмертный. Портрет ветерана был написан за несколько сеансов. Каждым было по 4 часа. Художник рассказал, что изготовил холст по специальной технологии, который позволит сохранить полотно более 300 лет. Как знать, возможно, в далеком будущем по этому ЖД вружевописи мальчики и девочки будут учить историю своей великой страны. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Мы победили вместе. Люберецкая национально-культурная автономия азербайджанцев провела круглый стол с ветеранами, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Целью мероприятия было вспомнить общее прошлое советских народов и отпраздновать 72-ю годовщину победы над фашизмом. Союз Нерушимый Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь. Участники этого мероприятия почтенно встали со своих мест и поют гимн не Российской Федерации, а Советского Союза. Случай подходящий. Уже не первый год Люберецкая национально-культурная автономия азербайджанцев приглашает за круглый стол ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить общий вклад советских народов в дело победы. Сказать вам огромное спасибо, что откликаются на нашу просьбу. Собрались сегодня. Май месяц продолжается. Победа наша продолжается. Победные дни. В национальной автономии к мероприятию готовились. Вначале предложили к просмотру фильм о роли Азербайджана в Великой Отечественной войне. Затем предоставили слово ветеранам. Им, конечно, было что вспомнить. 94-летний участник войны, летчик-истребитель Георгий Новиков, рассказал о полковом докторе из Азербайджана. Мы всегда его при встрече вспоминали. По любому вопросу к нему подойти, он всегда поможет, он всегда... Ну, исключительно из души был просто человек. Вспомнили родившегося в Баку Николая Байбакова, военные годы народного комиссара нефтяной промышленности, и генерала-полковника Ванникова, до 24-го года жившего в столице Азербайджана, а после директора Люберецкого машиностроительного завода. Мы единый народ, и мы рады. И наши дети, наши внуки, они привыкают к этому, потому что это великая победа, победа полиэтанного масштаба. Инициативу азербайджанской автономии проводить такие мероприятия активно поддерживает Люберецкая общественная организация «Дети войны. Память» во главе с председателем Ольгой Поликарповой. Мы должны чаще обращаться к ветеранам, считает она. Мне трудно представить, что бы мы делали без вас, чтобы кто-то мог сказать молодому поколению, рассказать правду о Великой Отечественной войне. Среди гостей мероприятия – друзья Люберецкой национально-культурной автономии азербайджанцев, родственники ветеранов, общественные деятели и журналисты. Это видно, что люди делают именно от своего сердца, потому что им хочется это выразить здесь и сейчас, пока живы наши ветераны уважаемые. И чтобы в их памяти отложилось то, что все-таки мы вас чтим, любим, помним и всегда будем помнить. После официальной части последовало щедрое кавказское застолье. Ветераны читали стихи собственного сочинения, звучало победное троекратное «Ура» и фронтовые песни. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ «Сдай кровь, спаси жизнь» – коллектив и руководство Люберецкого городского жилищного треста приняли участие в донорской акции. Посещение станции «Переливание крови» давно стало доброй традицией для сотрудников управляющей компании. 15 лет назад одному из сотрудников Люберецкого городского жилищного треста срочно понадобилось «Переливание крови». Сплоченный коллектив пришел на помощь коллеге. Поделившись кровью, работники управляющей компании спасли ему жизнь. С тех пор это стало доброй традицией. Несколько раз в год они проводят донорские акции. На днях станцию «Переливание крови» посетили порядка 50 сотрудников ЛГЖТ. Генеральный директор Мамед Азиза всегда поддерживает коллег в этом благородном деле. Это же нужно людям, нужно нашим гражданам. Но разве это плохо? Это же, может, не высокие слова. Это же спасение людей. Ну а призыв один. Ну, всегда надо. Делать добрые дела, хорошие дела. По словам медицинского персонала, кроме Люберецкого городского жилищного треста, активными донорами являются сотрудники предприятия «Звезда». Как отмечают специалисты, таких неравнодушных людей на сегодняшний день, к сожалению, мало. В частности, дефицит доноров возникает в регионе из-за противопоказаний, связанных с различными заболеваниями. Луизия Гязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Похитили сердце. Стеллу «Я люблю Краскова» пришлось снова реконструировать. Неизвестные вандалы опять сломали скульптурную композицию и украли часть в форме сердца. Хулиганов еще не нашли, а вот Стеллу восстановили. Стелла «Я люблю Краскова» появилась в поселении еще осенью 2016 года. С тех пор ее ломали дважды, а это уже третий раз, когда вандалы похищают сердце Краскова. Конечно, очень неприятно, что так относятся к такой Стелле, потому что эта Стелла очень полюбилась местным жителям. Они здесь активно фотографируются, выкладывают во всевозможные социальные сети. Приятно видеть. Благоустраивать территорию около Большого Красковского карьера начали несколько лет назад. Появилась пешеходная зона, лавочки завершает со строительства Аллеи Победы. Казалось бы, остается только получать удовольствие от прогулок на свежем воздухе. По поводу того, кому и зачем понадобилось ломать скульптурную композицию, у местных жителей свои предположения. Я думаю, это проблема в менталитете жителей. Краскова только последние несколько лет развивается активно, а жители еще, наверное, остались где-то в том времени, в 90-х годах. К сожалению, ничего не знаем. Я думала, что, может быть, у нее какая-то романтическая история. Какой-то влюбленный в качестве валентинки их снимает постоянно. А так, конечно, жалко. А что, кто портит-то? Молодежь. А что делать с этим? А что делать? Надо воспитывать. Они вон ходят и хулиганят везде. Главное – провести какую-то воспитательную работу, объяснить, что, ребята, это наш поселок, наша родина. Мы должны сохранять в чистоте ее. Фактом вандализма уже занимаются правоохранительные органы. Ведь хулиганы попали в объективы видеокамер, что установлены на берегу Красковского карьера. В администрации поселка уверены – похитители сердец будут наказаны. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Концерт группы «Любе» состоялся в Люберцах. Мероприятие было посвящено прошедшему юбилею Николая Расторгуева. До начала концерта солист группы «Любе» прогулялся по Люберцам, не забыв навестить свою скульптуру. В этот солнечный майский день жители Люберец смогли запросто встретить на улицах города Николая Расторгуева. Певец приехал сюда с концертом и не отказал себе в удовольствии пройтись по городу и еще раз посмотреть на своего бронзового двойника. К сожалению, в Люберцах артист бывает нечасто, но каждый раз приезжает сюда с удовольствием. Есть ощущение, что я здесь жил. Жил, правда, недолго, пять лет. Я вообще латкаревский. Это ощущение есть. Правда, все меняется в лучшую сторону, нежели в то время, когда я здесь жил, приезжал сюда в Новосибирск. Но все уже сильно изменилось. Люберчане не могли не сфотографироваться с кумиром. Несмотря на нехватку времени, артист не обидел никого. Мария Лапочева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. День славянской письменности и культуры отметили в Люберцах. На минувшей неделе в честь праздника в Люберецком ДК прошел масштабный фестиваль хоровых коллективов и вокалистов. Такое мероприятие телеканал ЛРТ не мог обойти стороной. В России и во многих других странах в конце мая отмещают День славянской письменности. Иначе этот праздник называют День святых Кирилла и Мефодия. Верующие чтут память христианских проповедников, которые создали первую старославянскую азбуку. Я думаю, что все хоровые коллективы музыкальных школ и образования исполняют в первую очередь, конечно, песни на русском языке. Это народные песни, это русская классика, это детские песни массовые. И я думаю, что это основное и главное, что должно пропагандироваться в нашей стране. На торжественном мероприятии ученики музыкальных школ и школ искусств исполнили песни о России и музыкальные произведения Люберецкого композитора Владимира Беляева, посвященные христианству и славянской тематике. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Концерты «Сводный хор» – это дети, собранные из всех музыкальных школ, дети, которые занимались в этом году дополнительно, особенно. Они объединены в единый коллектив, и их около 70 человек. А в общей сложности сегодня принимают участие 9 хоровых коллективов, около 500 человек. Ребята признали, что основная цель выступления на сцене – это поделиться творчеством друг с другом, объединиться в едином общем хоровом звучании. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. И напоминаю, что все новости городского округа Люберца есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Уважаемые друзья, подписывайтесь. А на этом я, Сергей Трачанов, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин